Сезонные работы по ремонту дороги Наринмарыскателей подошли к завершающей стадии. Дорожникам осталось нанести разметку. Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании при главе региона. Обсудили и другие важные вопросы. В ходе еженедельного оперативного совещания с отчетом выступил руководитель департамента строительства и энергетики ЖКХ и транспорта Алексей Кайдалов. Он сообщил о нарушениях и нестыковках, которые выявили сотрудники департамента в ходе планового выезда в Амдерму. Напомню, в поселке на побережье Карского моря идет строительство первого в округе ветродизельного комплекса. Его ввод в эксплуатацию запланирован на осень 2015 года. Сейчас там ведутся работы по монтажу фундаментов для ветроэнергетических установок. В результате осмотра производимых работ было выявлено, что надежность фундамента вызывает очень серьезные сомнения. Еще одна проблема – нестыковка проектных документаций по замене основного и вспомогательного оборудования в первом пусковом комплексе и строительстве ветроэлектростанции. Из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы по коммутации. Это было в таком скоротичном осмотре. Возможно, есть какие-то документальные подтверждения, что этого не произойдет, но тем не менее, вот есть информация со слов, собственно, руководителя на месте. И также было отмечено, что тем же руководителям, что в скором времени ДЭС Амдерма должна перейти на увеличенный режим потребления электроэнергии. И для этих целей будет запущен, собственно, основной дизель-генератор. А после его запуска демонтаж кабельных линий, которые, собственно, там будет требоваться, он невозможен вообще в принципе. Вот, так что я вот как-то вот таких радужных настроений на предмет, что там все хорошо идет, я бы, так сказать, не подтвердил это. Не все так радужно и в Наринмарском мясокомбинате. У предприятия нет денег. Не хватает и сырья для изготовления мясной продукции. Денежных средств все равно не хватает. Для того, чтобы закупить сейчас в сне округа мясо, нужно 66 миллионов, которых на сегодняшний день нет. В достаточном количестве за июль месяц плюсом получили 2,5 миллиона по выручке. Но это картину не изменяет. Обращались, разговаривала с Сулой, чтобы немножко молодняка там мясо дали. У них возможности нет, у Великовисочным тоже нету. Обещает только нам Ненецкая громышленная компания немного мяса молодняка, чтобы хоть населению сколько-то дать. Ситуация осложняется еще и одновременным запуском шести инвестиционных проектов. Помимо этого, до конца августа мясокомбинат должен заплатить порядка 7 миллионов рублей за выполненные работы. Субсидии по кредитам, которые должны были возмещаться предприятию, не возмещаются. Предприятие находится в очень трудном финансовом положении. Глава региона Игорь Кошин в связи с этим поручил директору мясопродуктов подготовить доклад о состоянии дел на предприятии. Подготовьте четкую информацию, структуруемый доклад, что сегодня происходит, что вы делаете, к чему вы стремитесь. Хорошо? Больше так вот размазывать нам здесь не нужно. Хорошо. Договорились? Договорились. Срок неделя. Жду предложения. Также в ходе оперативного совещания стало известно, что 4-я школа 1 сентября сможет принять учеников. Об этом доложила мэр Наринмара Татьяна Федорова. 18 числа мы получили заключение экспертной комиссии. Школу можно эксплуатировать при выполнении определенных требований. Эти требования сегодняшний день исполняются силами Наринмара Татьяна Федорова. Всё идёт пока по графику. 1 сентября школа будет запущена. Обсудили и подготовку к зиме. План по заготовлению кормов выполнен в полном объёме. Северный завоз также проходит в соответствии с запланированным графиком. Алина Волчейская, Александр Дуркин, Телеканал «Север».